Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную жирафку. По многочисленным просьбам я выбрала именно сделать ее на свой вкус, на свое усмотрение, украсив вот таким замечательным вязаным бантиком и сделав вот такую юбочку. Я решила юбочку делать не длинную и выбрала самый-самый простой узор для нее. Можно в принципе сделать абсолютно любую юбку, можно выбрать допустим какую-то другую пряжу потоньше, сделать более рюшитую, более пышную, более длиннее на ваш в общем вкус и усмотрение. Украсить можно жирафу любыми ленточками, стразиками, пайеточками, но так как у меня жирафка для маленькой девочки, то я решила максимально сделать ее безопасной. Поэтому, конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь, вяжем с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла в качестве двух основных цветов, это нежно-розовый для мордочки и конечности, и фиолетовый цвет для основы жирафика. Можете взять любые понравившиеся вам цвета. Единственное, даю такой вот совет, рекомендацию, возьмите цвет светлее на мордочку и конечности, цвет темнее для именно основы жирафика. Будет так очень гармонично. И в принципе, желательно подбирайте какой-то подходящий друг подругой. То есть, это, допустим, не зеленый и сиреневый, а, к примеру, какой-то желтый и коричневый. Либо, ну, в общем, подобные цвета по себе гармонирующие. Либо белый с любым цветом. И третий цвет я взяла коралловый для юпочки. То есть, для тех, кто вяжет мальчика, достаточно будет двух основных цветов. Для тех, кто вяжет девочку, рекомендую взять еще один третий цвет дополнительный. Либо же, можете, третий взять цвет для рожек, рожки можно отдельным цветом связать, которые не входят в два основных. Либо же, юпочку потом можно связать тем цветом, который вы будете использовать для мордочки и конечности. В принципе, так тоже будет красиво. Я взяла третий цвет. Пряжа у меня будет чистой акриловой ланосомити, 315 метров в 100 граммах. Более подробно вы можете посмотреть отдельное видео по этой пряже. Вот, крючок я буду использовать под эту пряжу 1,75. Затем нам понадобятся ножнички, иголочка для пришивания деталей, булавочки для удобства сборки. Это булавочки швейные, обратите внимание. И также нам понадобятся две бусинки любого понравившегося вам диаметра. Но рекомендую, в принципе, бусинки изначально не готовить, а вы просто сделаете игрушечку, до конца свяжете, сборочку сделаете. А затем просто возьмете эту игрушку, пойдете в магазин и купите понравившиеся вам. Возможно, вы выберете глазки, которые будут садиться на клей. То есть, либо это будут какие-то маленькие бусинки. То есть, много любителей, которые выбирают именно мелкие бусинки, такие как до полсантиметра буквально. Либо же это будут бусинки больше полсантиметра, то есть, где-то 7 миллиметров. В общем, в принципе, я вам рекомендую изначально не готовить бусинки, а просто потом с готовой игрушкой. Исходя из ваших материалов пряжи и крючка, вы сможете купить уже затем глазки. Единственное, советую рекомендацию для тех, кто вяжет пряжей не такой, как у меня и крючком. Берите крючок тоньше, чем пряжа. То есть, если у вас получается при вязании зазоры дырочки, обычно у меня задают вопросы, что делать, если у меня получается такое сетчатое полотно. Возьмите крючок меньше. У вас вязание должно быть максимально плотное для того, чтобы не вытаскивался, не видно было наполнителя. В качестве наполнителя я буду использовать холофайбер, либо такие вот силиконизированные шарики. Можно использовать синтепон, синтепу, в принципе, любой наполнитель, который у вас есть под рукой. Единственное, что используйте гипоаллергены, если игрушечка будет для ребенка. Точно так же касаемо и пряжи. В общем, мы начинаем вязать. Так как у меня уже есть видео по вязанию жирафика по гримушке, я не стала заострять свое внимание в этом видео и тратить время на вязание головы, ушек и рожек. Вы берете видео по гримушке жирафика и все точно так же вяжете голову, ушки, рожки, но заменяете белый цвет на какой у вас цвет светленький и более темным цветом вяжете ушки и вторую часть головы. То есть просто заменяете цвета, там у нас было желто-черно-белое, то здесь у нас будет использоваться всего два цвета. Рожки вы вяжете светлым цветом, как и мордочку, изначально начинаете светлым цветом, затем продолжаете темным. Точно так же и ушки темным цветом. На данном этапе у нас готова голова, ушки и рожки. Мы продолжаем вязать туловище. Основной цвет у меня сиреневый, поэтому туловище я буду вязать ниточкой сиреневого цвета. Также нам понадобится небольшой отрезочек ниточки другого цвета, для того, чтобы отмечать конец и начало ряда, то есть ниточка контрастного цвета. Итак, делаем кольцо амигуруми, обхватываем два пальчика ниточкой рабочей и вяжем столбик без накида. Закрепляем наше колечко. Теперь в него провяжем 6 столбиков без накида. Вводим крючок в колечко, захватываем рабочую ниточку. На крючке две полупетли. И захватываем рабочую нить, довязываем столбик без накида. Так делаем 6 раз. Первый столбик провязан, дальше в колечко, захватываем рабочую ниточку и еще раз захватываем рабочую ниточку. В колечко и захватываем рабочую ниточку два раза. Вот так провязываем 6 столбиков без накида. И теперь, придерживая крайнюю петельку, стягиваем колечко наше за короткий краешек ниточки. Стягиваем плотненько, для того, чтобы у нас не было никаких дырочек посередине. Теперь отсчитываем шестую петельку от крючка. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вводим в нее крючок. Теперь у нас на крючке рабочая нить. И в первый столбик из шести столбиков без накида предыдущего ряда у нас введен крючок. Кладем короткий краешек ниточки на крючок. И только после этого начинаем вязать в первую петельку два столбика без накида. Первый столбик и сюда же второй. Мы сейчас параллельно второго ряда провязывания будем вязывать вот этот короткий краешек ниточки. Благодаря чему нам потом будет можно смело отрезать вот этот краешек ниточки и он нам не будет больше мешать. Итак, первую петельку связали два столбика без накида. И в каждую последующую еще у нас их пять петелек вяжем по два столбика без накида. То есть прибавляем в каждую петлю, вяжем по два столбика без накида. Увеличиваем количество столбиков провязанных в конце ряда в два раза. Итак, первую петельку провязали два столбика без накида. Вяжем во вторую, в третью, в четвертую первый столбик, сюда же второй. В пятую петельку первый столбик, сюда же второй. И в последнюю шестую петельку первый столбик вяжем и сюда же второй. В конце вязания второго ряда у нас по кругу 12 столбиков без накида. Теперь для удобства нам можно вот эту ниточку отрезать, она у нас уже ввязанная. И будем отмечать начало каждого последующего ряда ниточкой контрастного цвета. Отмечаем начало третьего ряда. И теперь в третьем ряду мы будем чередовать, провязывая в первую петельку один столбик без накида, во вторую петельку делать прибавление. И в каждую вторую, то есть в каждую четную петельку ряда мы будем вязать по два столбика без накида, то есть делать прибавление. Итак, находим первую петельку, отметив начало ряда, вяжем в нее один столбик без накида. Вторая петелька у нас четная, поэтому вяжем два столбика без накида в одну петлю, то есть делаем прибавление. Третью петельку – столбик, четвертую петельку – два столбика, пятую петельку столбик шестую 2 столбика седьмую столбик восьмую 2 столбика в девятую петельку столбик в десятую петельку 2 столбика в одиннадцатый столбик и в 12 два столбика в конце третьего ряда мы добавили 6 столбиков по кругу поэтому у нас всего сейчас по кругу 18 столбиков без накида или 18 петель переносим маркер начало четвертого ряда и в четвертом ряду мы будем вязать следующим образом чередуя столбик столбик прибавления столбик прибавления то есть первую петельку мы вяжем 1 столбик без накида во вторую петельку 1 столбик без накида а в третью петельку вязать 2 столбика без накида в одну петлю или делать прибавление иначе говоря снова вяжем столбик столбик и прибавление в третью петельку вяжем 2 столбика без накида в одну петлю Вот для чего нам нужно было отмечать конец начала ряда. Для того, чтобы мы не считали количество петелек или столбиков по кругу, а просто вязали первый столбик в одну петлю, второй столбик во вторую петлю, а затем делали в третью петлю прибавление. То есть два столбика без накида в одну петлю провязывали, не считая общее количество столбиков по кругу. Снова вяжем столбик, в следующую петлю столбик, а в третью петлю вяжем два столбика без накида в одну петлю. Итак, шесть раз нам нужно повторить столбик в столбик, третью петлю прибавление, два столбика без накида в одну петлю. И снова шестой раз повторяем столбик в столбик, прибавление, два столбика без накида в одну петлю. У вас, когда вы будете прибавлять по 6 столбиков в ряду, у вас ряд должен заканчиваться прибавлением. Вот у нас закончилось последнее, шестое прибавление в ряду. И в конце у нас четвертого ряда должно быть по кругу провязано 24 столбика без накида. Для тех, кто не уверен, сколько вы сделали прибавлений или, ну, в общем, сделали вы правильно прибавление, то пересчитайте. По боковой стеночке, по ребру, видно, от крючка, начиная со второй петли, должно быть по кругу 24 петли до начала вязания следующего ряда. То есть вот она, ваша крайняя, последняя, 24 петля. Теперь снова переносим нашу отметку ниточки или маркер в начало пятого ряда. В пятом ряду мы будем чередовать уже 3 столбика без накида и в четвертую петельку делать прибавление, вязать 2 столбика без накида в одну петлю. Поэтому, начиная с первой петельки, начинаем вязать первый столбик, во вторую петельку второй столбик, в третью петельку третий столбик, а затем в четвертую делать прибавление, 2 столбика в одну петлю провязываем. Снова столбик 1, следующую петельку столбик 2, следующую столбик 3, а в четвертую петельку вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Или делаем второе прибавление. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3 и в четвертую петлю вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. Это третье прибавление в ряду. Итак, повторяем еще 3 раза. Вяжем по 3 столбика без накида в каждую петельку по столбику подряд 3 раза. А в четвертую петельку вяжем по 2 столбика без накида в 1 петлю. Четвертое прибавление сделали. В пятой вяжем 3 столбика в разные петли подряд. И в четвертую петлю вяжем 2 столбика без накида или прибавление. Последний раз столбик, столбик, третий столбик. И прибавление в конец ряда. Последнее шестое прибавление. И в конце пятого ряда у нас связано по кругу 30 столбиков без накида. То есть 24 было в предыдущем ряду. В этом ряду мы с вами добавили еще 6 столбиков. Переносим отметку нашу в начало ряда. И вяжем шестой ряд. В шестой ряд мы добавляем еще один столбик между прибавлениями. Поэтому сейчас мы будем вязать 4 столбика без накида. И лишь тогда делать прибавление. Находим первую петельку. Вяжем в нее первый столбик. В следующую петельку вяжем второй. В следующую третий. В следующую четвертый. И лишь в пятую петельку вяжем прибавление. Два столбика без накида вяжем в одну петлю. Если вы присмотритесь, то у вас четко идут прибавления каждого ряда над прибавлениями последующего ряда. То есть вот смотрите в этом ряду мы делаем прибавление над прибавлением предыдущего ряда. И снова продолжаем столбик 1, в следующую петлю столбик 2, в следующую столбик 3, в следующую столбик 4. И над прибавлением предыдущего ряда вяжем прибавление в этом ряду. То есть в пятую петельку вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Мы связали второе прибавление. И так вяжем до конца ряда, чередуя 4 столбика без накида. И в пятый столбик вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, в конце этого ряда у нас должно получиться по кругу уже 36 столбиков без накида, так как 30 было в предыдущем ряду, мы еще 6 добавляем в этом ряду, получается 36 столбиков. Для тех, кто не уверен, еще раз рекомендую пересчитать количество столбиков по кругу вручную, то есть вы просто оставляете в конце ряда крючок и на нем рабочая петелька и отсчитываете от крючка со второй петли по кругу до начала следующего ряда количество провязанных столбиков в ряду. Итак, в последний раз вяжем 4 столбика без накида и делаем последнее прибавление. В конце у нас получается сейчас 6 ряд по счету 36 столбиков без накида. В седьмом ряду мы еще добавляем столбик между прибавлениями, поэтому чередуем уже 5 столбиков без накида, вяжем подряд в каждую петельку по столбику и затем делаем в шестую петлю прибавление. Начинаем отчитывать с первой петельки первый столбик, далее второй в следующую петлю, третий в следующую, четвертый в следующую, пятый, а в шестую вяжем 2 столбика без накида, то есть делаем прибавление. Первое прибавление сделали в ряду, так делаем 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и делаем прибавление. В шестую петельку вяжем 2 столбика без накида в одну петлю над прибавлением, обратите внимание, предыдущего ряда. Так вяжем до конца ряда, чередуя 5 столбиков без накида и делаем прибавление до отметочки начала следующего ряда. В конце седьмого ряда у нас провязано 42 столбика без накида. Переносим наш маркер в начало восьмого ряда и теперь с восьмого ряда по одиннадцатый, то есть восьмой ряд, девятый, десятый и одиннадцатый, четыре ряда. Нам нужно провязать без изменения по 42 столбика без накида в каждом ряду, восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом. То есть начиная с восьмого ряда, мы отмечаем начало ряда и первая петелька, находим в нее, вяжем без изменения, без прибавлений по столбику без накида в каждую петлю предыдущего провязанного ряда столбика без накида. Итак, начинаем отсчитывать. Три, четыре, пять, шесть, семь. Вот оно наше прибавление. Не вяжем мы прибавлений, просто в следующую петлю вяжем столбик без накида. Итак, продолжаем вязать четыре ряда. Можете использовать счетчик для отчитывания рядов, то есть специальный, можете использовать какие-то палочки, спички, можете просто отмечать галочки, палочки, ставить ручкой в блокнотики. То есть, в принципе, вам важно сейчас провязать четыре ряда без изменения. Можете прям даже так считать, если вы умножите четыре ряда на 42, то есть 42 и 42 это 84, и 84 это 168 столбиков без накида, вам нужно провязать четыре ряда. Хотите, можете считайте прям от первого столбика до 168 столбика, кому так удобно. То есть, в принципе, можете отчитывать просто каждый последующий ряд, еще раз повторюсь, можете использовать какие-то палочки, либо галочки ставить, в общем, кому как удобно. Провязываем восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый ряд без изменения по 42 столбика без накида в каждом ряду. Каждую петельку вяжем по столбику без накида. Связали четыре ряда без изменения, теперь переносим маркер в начало. Получается по счету двенадцатого ряда. И двенадцатый ряд мы немножечко по-другому сейчас с вами свяжем. Мы тоже будем вязать по столбику без накида в каждую петлю, но вязать будем за заднюю стеночку. То есть, если вы повернете к себе ребром, у нас вот перед вами вот такая вот косичка. И теперь нам нужно вязать за дальние полупетельки. Вот они у нас, получается, за задние стеночки нашей косички. Вот так вот. Вводите крючок за заднюю стеночку и вяжете точно такой же столбик без накида. Первый столбик, далее продолжаете во второй полупетельке задний второй столбик, далее в третьей полупетельке третий столбик. То есть, смотрите, у нас открытыми должны остаться передние полупетельки. То есть, как бы получится такой рубчик по всей окружности туловища. Итак, вяжем 12 ряд за задние стеночки. То есть, вот за дальние полупетельки от вас. Так вяжем по кругу в каждую заднюю полупетельку. 40, получается, два столбика без накида по кругу. То есть, в принципе, отличие 12 ряда от остальных предыдущих рядов у нас лишь только то, что мы вяжем за задние стеночки. Нам передние стеночки понадобятся для юбочки. Юбочки. Это для тех, кто вяжет девочку-жирафика. Если же вы вяжете мальчика-жирафика, и вы не хотите делать ему никакие юбочки и так далее, то этот 12 ряд вы вяжете как и предыдущий 8, 9, 10 и 11. То есть, как предыдущие ряды, просто за обе стеночки. Для тех, кто хочет полосатого жирафика, то есть, полосатую какую-то кофточку ему сделать или и так далее, то приблизительно с этого ряда можете начинать уже вставлять полосочки другого цвета. Это так, для тех, кто хочет какое-то разнообразие. Для тех, кто вяжет однотонного мальчика, то вяжете, как обычно, 12 ряд за обе стеночки-косички. Для тех, кто вяжет девочку-жирафика, то есть, как я с юбочкой, то вяжем 12 ряд за задние стеночки. В общем, продолжаем вязать за задние стеночки 12 ряд до конца. 12 ряд довязан, и у нас по всей окружности получился вот такой вот трубчик, то есть, свободные передние петельки столбика без накида предыдущего ряда. Теперь смотрите. Сейчас у нас по счету 13 ряд, поэтому переносим маркер в начало 13 ряда, и продолжаем вязать, как мы вязали с вами 10-11 ряд, так продолжаем вязать и 13-14-15, то есть, 13-14-15, 3 ряда. Продолжаем вязать за обе стеночки, то есть, вот находим первую петельку, и так и вяжем, как вязали предыдущие 4 ряда, и еще вяжем, получается, 3 ряда за обе стеночки столбики без накида. По 42 столбика без накида по кругу, 3 ряда. То есть, хотите, можете отсчитывать, как мы с вами отсчитывали, первый, второй, третий ряд, отмечая начало каждого ряда. Хотите, можете умножить 3 ряда на 42 столбика без накида, либо просто вот так вот вяжете, отсчитываете высоту 3 ряда. Можете использовать снова счетчик рядов, либо галочки, либо спички, либо палочки, то есть, как вы отмечали предыдущие ряды. Вот, поэтому продолжаем вязать 13-14-15 ряд, для того, чтобы продолжить нам вязать высоту туловища. То есть, мы сейчас сделали грань для юбочки, и продолжаем вязать просто еще, делать высоту туловища жирафика. Можно, в принципе, на этом этапе вязать ниточкой другого цвета, для того, чтобы сделать как бы не юбочку, а и платьюшко. То есть, и сделать верх корсет другим цветом, и юбочку. Но у меня будет только юбочка цветная, поэтому я продолжаю вязать туловище все однотонное. А лишь за передней стеночкой буду потом провязывать юбочку по кругу. В общем, если кто-то запутался, то лучше вяжите по видео, А затем, связав первого жирафика, вы второго свяжете, какого уже захотите. Вы будете уже знать, на каком этапе вам нужно будет поменять цвет ниточки, для тех, кто хочет полосатого. Кто-то захочет, возможно, мальчика, может быть, захочет девочку в платьице полном. То есть, не просто в юбочке, а в платьице. И так далее. То есть, вы уже, связав первого, будете знать, как у вас будет выглядеть второй. То есть, там вы уже включите свою фантазию, и сможете смело поэкспериментировать. И так, я уже связала, получается, по счету 13 ряд. Сейчас продолжаю вязать 14 ряд. И мне останется связать еще один 15 ряд. И мы с вами продолжаем вязать туловище вместе. Довязали 15 ряд по кругу. И теперь переносим ниточку нашу, начало 16 ряда. 16 ряд мы сделаем ряд с убавлениями. Мы закончили делать прибавления вот здесь вот на расширении 5 столбиков без накида прибавления в седьмом ряду. То, в принципе, 16 ряд у нас будет такой же, только с убавлениями. Мы сейчас будем провязывать 5 столбиков без накида, 6 и 7 провязывать вместе, то есть делать убавления. Находим первую петельку и начинаем провязывать подряд каждую петельку по столбику 5 раз. То есть, первый столбик в первую петлю, во вторую петлю второй столбик, в третью петлю третий, в четвертую четвертый и в пятую петлю пятый столбик. А затем в шестой и седьмой нам нужно провязать вместе. Как это можно сделать? Можно вязать убавления, в принципе, двумя ходовыми способами. То есть, первый это ныряем в шестую петлю, захватываем рабочую ниточку на крючке, 2 петельки. И в седьмую петлю захватываем рабочую ниточку на крючке, 3 петельки. Делать трех петелек общую вершину, захватывая рабочую ниточку и пропускаясь сквозь все 3 петли на крючке. А можно сделать, вот я сейчас перераспущу и покажу вам второй способ, который я пользуюсь чаще всего при вязании игрушечек. Он менее заметный и убавления не так сильно видны. Итак, смотрите, мы захватываем только передние стеночки, передние полупетельки. Если мы вязали вот этот наш 12 ряд за задние стеночки, то здесь как раз-таки на убавлениях мы будем использовать передние стеночки. Берем, захватываем переднюю полупетлю, шестой петли. На крючке две у нас петли. И седьмой переднюю стеночку, вот так вот, на крючке у нас 3 петельки. Одна рабочая и две полупетли шестого и седьмого столбика. Захватываем рабочую ниточку и пропускаем сквозь две полупетли шестого и седьмого столбика. А затем захватываем еще раз рабочую ниточку и пропускаем сквозь две петли на крючке. У нас на крючке получается одна рабочая петля. Продолжаем вязать. С 8 получается петельки ряда. Итак, начинаем снова отсчитывать первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий столбик, в следующую петлю четвертый, в следующую пятый. И теперь у нас снова убавление 6 и 7 полупетли передней стеночки. Захватываем на крючке 3 петли. Затем рабочую ниточку пропускаем сквозь 2 полупетли 6 и 7 столбика. Затем снова захватываем рабочую ниточку и заканчиваем вязать. Как бы фактически мы вяжем столбик без накида за 2 передние полупетли 6 и 7 столбик захватываем вместе. Вяжем столбик без накида за передние стеночки, делая убавление. То есть смотрите, еще раз повторюсь. Мы вяжем фактически столбик без накида за передние стеночки 6 и 7 полупетли столбика. Еще раз отсчитываем 5 столбиков без накида подряд. Вяжем по столбику 5 раз, 3, 4 и 5. Теперь захватываем стеночки передние 6 и 7 столбик передние полупетли. И вяжем как бы тот же столбик без накида. Вот таким вот образом я буду вязать 6 убавлений в ряду. То есть мы сделали прибавление. Вот здесь вот у нас был 6 раз прибавление делали в каждом ряду. То здесь мы сделаем параллельно 6 убавлений. Чередуя 5 столбиков без накида и делая убавление. В конце ряда мы с вами убавим 6 петелек, либо 6 столбиков. 42 минус 6, 36 столбиков без накида будет провязано по кругу. Снова отсчитываем 5 столбиков. 1 столбик, далее в следующую петлю 2, 3, 4 и 5. Затем захватываем передние полупетли 6 и 7 столбик. И вяжем тот же столбик без накида. Провязываем сначала полустолбики рабочей нитью, а затем все петельки на крючке довязываем. То есть 2 петли, из них делаем 1. Снова первый столбик. Вяжем второй столбик. Третий столбик. Четвертый и пятый. А далее 6 и 7 полустолбик передней стеночки. Вяжем столбик без накида. Если ниточка раздваивается где-то у вас, то лучше перевяжите этот столбик. Не продолжайте дальше вязать, чтобы у вас было вязание наиболее аккуратное. И последний раз я буду делать 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. И делать последнее убавление. У меня как раз до конца ряда 2 столбика. То есть наш ряд должен закончиться последним шестым убавлением. Две передние стеночки полупетли. Захватываем и вяжем сквозь них рабочей ниточкой. А затем на 2 петельки на крючке провязываем рабочей ниточкой. У нас по кругу связано подряд 6 убавлений. То есть получается 5 столбиков убавления, 5 столбиков убавления. Мы связали по кругу. По счету у нас сейчас это 16 ряд. Я немножечко запуталась. Поэтому сейчас начиная с 17 по 19 ряд. 17, 18, 19. Нам нужно провязать вот эти оставшиеся 36 столбиков без накида по кругу. Или 36 петелек. Каждую петлю по столбику. То есть 3 ряда мы должны провязать по 36 столбиков. Хотите, можете отмечать каждый ряд маркером. И затем отмечать где-то себе, где вы отмечали галочки, палочки. Либо же просто можете отсчитывать с первой петелечки первый столбик, далее второй, третий и так далее. По спирали вяжем. 36 на 3 это получается 108 столбиков без накида по кругу мы должны связать. То есть можете сразу отчитывать с первого по 108 столбик. Можете просто отмечать начало каждого ряда и провязывать каждый ряд по 36 столбиков без накида по кругу. То есть начинаем вязать с 17 по 19 ряд. 19 ряд связан. Переносим маркер в начало 20 ряда. 20 ряд у нас тоже будет с убавлениями. Будем чередовать 4 столбика без накида убавления. Итак, начинаем отсчитывать с первого столбика. Первый столбик в следующую петлю. Второй столбик в следующую. Третий. Следующую. Четвертый. Затем пятую и шестую петлю захватываем только передние стеночки, передние полупетельки и провязываем столбик без накида. Тем самым делаем убавление. Итак, чередуем до конца ряда 4 столбика без накида убавления. 4 столбика убавления. Первый столбик в следующую петлю. Второй столбик в следующую. Третий. Следующую. Четвертый. Затем пятую и шестую берем только передние полупетли и вяжем столбик без накида. Снова третий раз. Первый столбик вяжем. Следующую петлю. Второй. Далее третий. И четвертый. Пятую и шестую берем только передние полупетли и вяжем убавление. Так вяжем 6 раз, чередуя 4 столбика без накида убавления до конца 20-го ряда. Ряд закончился последним шестым убавлением. Переносим маркер в начало 21-го ряда. И убавив в предыдущем ряду 6 петелек, у нас в конце осталось по кругу 30 столбиков без накида. Либо 30 петелек. 21-й ряд мы провяжем в каждую петельку по столбику. То есть начиная с первой петли отсчитываем 30 столбиков без накида, провязывая в каждую петельку. Или над столбиком предыдущего ряда столбик в этом ряду. Первый, второй, далее в следующую петлю третий, четвертый, пятый и так далее. До конца ряда вяжем просто столбики без каких-либо изменений. Довязали 21-й ряд, 30 столбиков и теперь переносим маркер в начало 22-го ряда. 22-й ряд это ряд с убавлениями. Будем чередовать 3 столбика без накида подряд, провязывая в каждую петельку по столбику и делать убавления. Первый столбик находим, вяжем в него первый столбик. Далее во вторую петельку второй столбик, в третью петельку третий столбик, а затем четвертую и пятую берем только передние полупетельки и вяжем убавления. То есть вяжем столбик без накида, либо с общей вершиной. То есть как вы делали до этого, вяжем убавления. чередуем первый столбик, второй столбик, третий столбик в каждую петельку подряд по столбику а затем четвертую полупетлю переднюю и пятую столбика вяжем столбик без накида делаем убавление первый столбик, второй столбик, третий столбик убавление две полупетельки передние захватываем только и вяжем столбик без накида две вместе полупетли так вяжем до конца ряда делали 6 убавлений в двадцать втором ряду по кругу у нас сейчас 24 столбика без накида или 24 петельки и теперь в двадцать третьем ряду переносим маркер в начало ряда вяжем также убавление ряд с убавлениями но будем чередовать уже два столбика без накида и вязать убавление первую петельку вяжем первый столбик во вторую петельку вяжем второй столбик а затем третью четвертую захватываем только передние полупетельки и вяжем вместе столбиком без накида третью четвертую петельку вяжем за передние стеночки то есть делаем убавление снова повторяем первый столбик второй столбик третий четвертый передние стеночки захватываем и затем вяжем столбик без накида 2 петли сразу вместе 1 столбик 2 убавления и так тоже вяжем 6 раз до конца этого ряда в конце этого ряда у нас получится снова минус 6 столбиков по кругу то есть 18 петелек или 18 столбиков без накида 1 столбик 2 убавление 1 столбик 2 убавление сделали 6 убавлений в двадцать третьем ряду и сейчас нам начиная с 24 ряда по 40 нужно провязать по кругу наших оставшихся 18 столбиков без накида 24 по 40 это получается 25 26 и так далее то есть 17 рядочков мы вяжем без изменения по кругу такую вот трубочку в виде трубочки шею из 18 столбиков без накида в высоту она получится где-то сантиметра 4 порядком то есть вот такая вот длинная шея и перед тем как начать отсчитывать наши ряды шеи я предлагаю вам вытащить совсем нашу ниточку маркер и при вытащить вот эту крайнюю петельку чтобы она у нас не распускалась и вот это отверстие наполнить нам нужно туловище наполнить потому что у нас затем шея будет сужаться и будет потом неудобно наполнять поэтому сейчас мы наполним нашим наполнителем в данном случае я буду наполнять холлофайбером и затем продолжим вязать трубочку шеи отметив начало ряда и так я наполнила но не до самого-самого конца чтобы мне удобно было вязать и наполнитель чтобы не ввязывался в мое вязание дальнейшее я люблю наполнять чтобы было плотненько но и в то же время чтобы было мягенько то есть смотрите максимально наполняйте бока края то есть вот это дно наше получается где у нас вот ножки будут наполняйте хорошо чтобы держала форму но и в то же время чтобы не было слишком забитое такое не кирпичом вот и соответственно наполняйте не до самого-самого конца чтобы было удобно вязать и так берем одеваем подтягиваем нашу крайнюю петельку на крючке и берем отвечаем начало 24-го ряда и снова берем либо отчитываем счетчиком рядов либо отчитываем галочками палочками и так далее нам нужно с 24 ряда провязать по 40 отмечаем начало ряда либо каждого последующего начала ряда либо раз отметили и затем вверх а читаете от первого ряда от маркера вот у нас четко видны ряды Вот такие вот клеточки, ряды с клеточками. Вот вы отметили, у вас пошел первый ряд. Запомните, что возле маркера с левой стороны у вас первый ряд. И просто затем отсчитаете 24, 25, 26, 27 и так далее. То есть отсчитаете просто вверх. Я так всегда делаю, мне, честно говоря, так удобно. Многие используют именно счетчик рядов, чтобы не запутаться. В общем, используйте как удобно именно вам. Отмечаем начало ряда. Главное, первый ряд рекомендую просчитать, чтобы у вас было именно 18 столбиков без накида по кругу. И затем, чтобы у вас не была слишком толстая шея и в то же время слишком тонкая. Поэтому продолжаем вязать по 18 столбиков без накида по кругу нашу шею. Довязали 17 ряд бочки или 40 от начала вязания. И теперь в первую петельку уже 41 ряда нам нужно сделать соединительную петлю или соединительный столбик. Все. Теперь берем ниточку основную, отрезаем сантиметров где-то, оставляем 15-20 для пришивания, чтобы было удобно. Так как у меня иголочка длинная, то я оставлю подлиннее ниточку, будет все-таки удобнее. И теперь вытаскиваем вот эту ниточку маркер, наполняем оставшиеся отверстия. И теперь мы вытаскиваем отрезанную ниточку. Все, наше туловище готово. И приступаем к вязанию лапок. Так как у меня конечность лапки будет светлого цвета, поэтому я начинаю с ниточки светлого цвета, затем перейдем плавненько на ниточку основного цвета. Берем, делаем кольцо амигуруми, меряем в колечко, закрепляем его и кольцом в образовавшееся набираем 6 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко за короткий краешек ниточки. Стягиваем плотненько, чтобы не осталось дырочки посередине. И теперь находим первую крайнюю петельку, либо первого столбика без накида, либо от крючка шестой столбик. И теперь ложим краешек на крючок, вот этот ниточки, будем его параллельно завязывать и захватываем рабочую ниточку. В первый столбик или в первую петельку мы делаем два столбика без накида. Параллельно завязываем краешек ниточки. Сделали в первую петельку два столбика без накида и в каждую последующую из пяти оставшихся петель предыдущего ряда столбиков без накида нам нужно провязать по два столбика без накида. То есть в каждую петельку мы делаем прибавочку. Прибавочка это два столбика без накида в одну петлю. Итак, мы сделали первую прибавочку, во вторую петлю вторую прибавочку, в третью петлю третью делаем два столбика без накида в одну петлю, в четвертую петлю вяжем столбик и сюда же второй столбик, в пятую петлю столбик и сюда же второй столбик и в шестую петлю последнюю столбик и сюда же второй столбик без накида. В конце второго ряда у нас получилось по кругу, прибавили мы 6 столбиков без накида, поэтому 12 петелек или 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы с вами прочередуем 1 столбик без накида в первую петлю, во вторую прибавление сделаем 2 столбика, в третью петлю столбик, в четвертую 2 столбика. То есть чередуем по очереди в одну петлю столбик, во вторую петлю 2 столбика. Итак, в первую петлю вяжем столбик без накида, во вторую петлю вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю, в третью вяжем столбик, в четвертую вяжем 2 столбика без накида, в пятую вяжем столбик, в шестую вяжем 2 столбика прибавления, в седьмую вяжем столбик в восьмую два столбика в девятую столбик в десятую два столбика в одиннадцатую столбик и последнюю двенадцатую петлю 2 столбика без накида в конце третьего ряда у нас добавилось еще 6 столбиков по кругу прибавочек поэтому 18 столбиков по кругу сейчас можно в принципе отмечать начало каждого ряда но я рекомендую вот этот хвостик он уже у нас завязан поэтому мы вытаскиваем начало ряда его как маркер и продолжаем вязать уже четвертый ряд с 4 по 6 ряд нам нужно провязать вот эти 18 столбиков без накида по кругу в каждую петелечку по одному столбику я сейчас поставила начало ряда поэтому я буду просто вязать три ряда вверх то есть просто вот отметила первый ряд и вверх буду вязать три ряда по очереди хотите отмечайте каждый ряд можете взять ниточку контрастного цвета чтобы вам было более видно либо же счетчик можете использовать для отчитывания рядов либо же это палочки галочки в общем как вы отмечали в туловище продолжаем вязать четвертый пятый и шестой ряд то есть три ряда по 18 столбиков без накида и так я начинаю нахожу первую петельку и начинаю вязать без изменения в каждую петельку предыдущего ряда столбика без накида в этом ряду по столбику без накида довязали третий ряд вот я оставляла маркер в начале первого ряда первый второй и третий ряд довязан теперь чтобы не мешала вот эта наша ниточка маркер мы ее отрезаем плотную чтобы не оставалось никакого хвостика то есть она нам просто не нужна здесь и мы ее ставим начало следующего уже по счету вверх седьмого ряда мы ставим ее начало ряда и продолжаем вязать седьмой ряд у нас будет с убавлениями будем чередовать один столбик без накида затем убавления один столбик убавления один столбик убавления поэтому в первую петельку седьмого ряда делаем столбик без накида а затем захватываем вторую и третью полу петельку переднюю и вяжем столбик без 2 петли вместе. Снова в третью петлю мы вяжем столбик без накида, а четвертую, пятую мы захватываем только передние петельки и вяжем столбик без накида за две передние петельки двух столбиков без накида. Тем самым делаем убавление. Чередуем столбик, убавление, столбик, убавление. Я уже на туловище показывала подробно, как я делаю убавление, поэтому я думаю, что у вас труда здесь не составит особого. Просто чередуем 6 раз столбик и убавление, столбик, убавление, столбик, убавление. В этом ряду мы с вами убавим 8 петелек, поэтому в конце этого ряда у нас должно получиться по кругу 12 петелек или 12 столбиков без накида. Кому как удобно воспринимать информацию. Вот, теперь смотрите, я сделала последний столбик и вяжу перед нашей отметкой начала следующего ряда последнее убавление, поэтому ряд у нас заканчивается убавлением. И переносим в начало 8 ряда наш маркер. В 8 ряду мы продолжим точно так же вязать столбик убавления, столбик убавления, но у нас получится уже не 6 раз, так как всего 12 петелек, а 4 раза. Поэтому находим первую петельку, вяжем столбик, продолжаем как бы чередовать столбик, убавление, столбик убавления, но получится всего лишь 4 раза. Тем самым мы убавим всего 4 петли в этом ряду и в конце 8 ряда у нас должно остаться всего лишь 8 петелек. Чередуем столбик, убавление, столбик, убавление. У меня немного светлая ниточка, я смотрю, что в камере ее плохо видно, поэтому я надеюсь, что вы понимаете, что мы делаем с вами, так как мы вязали уже туловище очень подробно. И я надеюсь, что вы самостоятельно уже связали по предыдущему видео голову. Вот, поэтому продолжаем вязать столбик, убавление, столбик, убавление и затем уже будем переходить на плавное вязание нашей высоты лапки, то есть от нашей ножки будем вязать уже как бы трубочку, высоту. И вот последний раз я связала столбик без накида и мне осталось связать убавление последнее. Вот я вяжу столбик без накида. желательно старайтесь, чтобы соседнюю стеночку не захватывать, чтобы она у вас была отдельно, потому что она сошьется. И делаем в ряду последнее убавление. Все, у нас ряд закончился и теперь нам нужно поменять цвет. Смотрите, вот он наш маркер, мы его вытаскиваем, чтобы он нам пока не мешал. Вот, у нас получилась вот такая вот конечность и нам нужно сменить цвет пряжи. Что мы делаем? Смотрите, вот у вас последняя петелька на крючке. Возьмите, перераспустите только ее, то есть на крючке у вас должны остаться две предыдущие петли перед тем, как сделать соединение общей вершины вот этой ниточкой. То есть вот у вас две петли, вы как бы сделали незаконченный столбик убавления. Теперь берем ниточку основного цвета, у меня это сиреневый, и соединяем макушку двух петелек ниточкой уже другого цвета. Теперь, что мы должны сделать? Мы должны вот эти ниточки, краешки завязать в наше вязание, поэтому мы продолжаем вязать уже, начиная с девятого ряда, только ниточкой второго цвета, то есть который мы только что добавили. Поэтому находим первую петельку и вяжем в нее столбик без накида. При этом параллельно кладите вот эти краешки ниточки на петельку. То есть смотрите, вот выводите крючок в петельку и параллельно уже кладете вот так вот конечности ниточек на крючок. Теперь захватываете рабочую ниточку и вяжете второй столбик. Точно так же продолжаете, вводите крючок в третью петельку, захватываете рабочую ниточку и вяжем четвертый столбик. Далее вводим крючок в четвертую петлю, точнее как в третью было, сейчас в четвертую, вяжем четвертый столбик. Теперь ниточки вот эти нам не нужны, мы их можем отрезать. И сейчас по кругу мы должны довязать девятый ряд 8 столбиков без накида. То есть вы сменив ниточку на другую, вот так вот продолжаете просто вязать 8 столбиков без накида оставшиеся. Теперь я вам предлагаю немножечко привытащить вот эту крайнюю петельку и наполнить вот эту конечность лапки. Она у вас должна быть наполнена. Саму трубочку, которую мы будем вязать в высоту лапки, я наполнять не буду. Она хорошо у меня держит форму и я хочу также, чтобы у меня ручки были такие подвижные, то есть такие вот плотные, не набитые, чтобы они не были как пальцы, такие вот тугие и плотные. А именно такие вот трубочки, которые ребеночек смог бы помять пальчиками, было удобно сгинать, играться. То есть я думаю, что их наполнять не стоит. И вот нам нужно наполнить вот эту вот условный такой вот шарик и продолжаем вязать после наполнения. Я наполню немножечко позже, мне в принципе удобно наполнять. Вам, если неудобно, можете использовать в помощь себе крючок потолще, либо ножницы, то есть чтобы вам удобно было вводить наполнитель сюда вовнутрь. И продолжаем вязать 9 ряд до конца столбиками без накида. Просто я вяжу по кругу, в каждую петельку по столбику. Их у нас по кругу 8 столбиков. И вот так. Хотите, можете отмечать начало каждого ряда последующего. Хотите, можете вязать просто по спирали. Единственное, что не теряйте петельки, потому что бывает такое, что вы изначально, допустим, вяжете 8 столбиков, а когда заканчиваете вязать лапку, уже потеряли где-то 1-2 петли по ходу вязания. Поэтому не пропускайте, у вас всегда в ряду должно быть по 8 петелек на протяжении всего вязания. И вот так по 8 петелек в ряду вы должны связать с 9 по 33 ряд получается. По 33 ряд. Это получается 9, 10, 11, 12 и так далее. 25 рядочков вам нужно связать в высоту. То есть вы сейчас можете, в принципе, не отрезать вот эту ниточку одну, поставить ее как маркер, либо все отрезать и поставить сюда в начало ряда ниточку маркер. Не забудьте наполнить вот этот шарик и вяжем трубочкой просто высоту в 25 рядов ниточкой основного цвета. Итак, 25 рядочков довязаны в высоту. Вот, как вы видите, трубочка вязалась без изменения. Шарик у меня наполнен. И теперь делаем в первую петельку, получается, 34 ряда соединительный столбик. Ныряем в петельку и как бы заканчиваем наше вязание соединительной петелькой. Отрезаем ниточку и вытаскиваем полностью, закончив вот наше вязание. Трубочку я не наполняла, как я вам уже говорила. Вот, она у меня подвижная, такая вот изгибистая, гнучка, как на украинском мове кажут. Вот, подвижная, в общем, такая вот. И мы будем делать точно такую же лапку. Это у нас верхняя. Разница между верхними и нижними не столь весома. Смотрите, если мы верхние, передние, то есть лапки жирафика, вязали 25, здесь рядочка в высоту трубочку, то нижние мы будем вязать всего лишь на 3 ряда больше, то есть 28. Разница лишь только в этом. То есть, смотрите, мы, верхние у нас будут короче, поэтому мы верхние вяжем 25, а нижние, вот я вам хочу показать, мы будем вязать 28 рядочков. Вот они у меня нижние, как вы видите, немножечко, они длиннее буквально на эти 3 ряда. И вот они верхние, то есть передние и задние. Разница всего лишь в этом. Передние лапки мы будем немножечко вот так вот удлинять наше окончание, а задние или нижние мы будем, наоборот, приплюскивать. То есть у нас задние должны получиться такие вот приплюснутые, а передние немножечко вытянутые. Вот в чем разница в лапках. Вяжется все точно так же. Точно так же делаете кольцо амигуруми, вяжете шарик, делаете убавление, а затем просто переходите на основной цвет, делаете трубочку основным цветом, длиною получается передние с 9 по 33 ряд, то есть 25 рядочков, а задние с 9 по 36, если на 3 ряда больше, с 33 то делали, а это до 36, то есть смотрите, всего лишь 28 рядочков, на 3 ряда больше. С 9 по 33, а здесь с 9 по 36. Все, 3 ряда разница, все правильно. Единственное, что вам хочу дать небольшой совет, оставляйте ниточки где-то сантиметров 15-20 для пришивания конечностей. То есть посмотрите, у меня на каждой лапке оставлена ниточка. Пусть они будут не совсем длинные, а такие вот средние длинные, но чтобы вам удобно было пришивать. Еще раз повторюсь, у меня иголочка длинная, поэтому я оставляла максимально побольше ниточки, для того, чтобы мне было удобно пришивать. Для хвостика берем ниточку сиреневого цвета и наматываем ее на 3 своих пальчика, вот так вот. Буквально раз 7 где-то, ну вот так вот, достаточно будет. Теперь отрезаем ниточку и начинаем завязывать ее посерединке. Вот так. Немножечко оставьте кончик для обматывания и завязываем вот здесь узелочек сверху. Чтобы вам было удобно, поворачивайте максимально к себе удобной стороной положением ниточку и завязываем узелочек. Узелочек завяжите туго, чтобы у вас ниточка не вытаскивалась. И для прочности нам сейчас нужно вот этим краешком ниточки обмотать еще вот здесь снизу, чтобы у нас получилось как бы закрепленный хвостик. Вот так вот. Начинаем обматывать и тем самым фиксируя уже максимально наши ниточки. Для того, чтобы было вам удобно затем завязать, я предлагаю вам сделать вот так вот петельку и вытащить краешек ниточки. И теперь еще раз, как бы делая две воздушные петли, но по очереди. Максимально фиксируем, закрепляем вот эту ниточку. Вытаскиваем ее на внутреннюю сторону. Можно, в принципе, это сделать крючком, можно сделать иголочкой, кому как удобнее, насколько крепко и туго вы завязывали ниточку. Вот, закрепили. А теперь берем крючок и находим ту самую середину, в которой завязывали вот эту ниточку. Можно приблизительно середину, не обязательно прям до идеала искать ее. Можно, в принципе, и помучаться. И теперь берем, захватываем крючком ниточку Вот у меня получилась привытянутая петелька. Набираем цепочку из воздушных петелек. Вот так, просто. Длина ее может быть различная. Возьмите жирафу, туловище и где-то вот, можно даже до идеала, это чуть ниже колена. То есть возьмите скорее ногу, а не туловище. И вот чуть ниже колена должна быть у вас длина хвостика. Это приблизительно где-то, ну вот у меня сейчас я вам посчитаю, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, где-то порядка 15-16 петелек будет достаточно. Теперь отрезаем ниточку, оставляем ниточку для пришивания длиной где-то в сантиметров 12, можете чуть длиннее. И нам нужно до идеала довести вот эту часть хвостика. Поэтому мы берем, поворачиваем к себе удобной стороной и отрезаем вот так наши, как бы петельки образовавшиеся. И теперь для идеала хвостика нам нужно наискось максимально отрезать вот так вот все края хвостика. То есть вы поворачиваете любой стороной к себе и отрезаете вот так вот наискосок. У вас должна с правой стороны быть чуть меньше длина, а к внутренней стороне чуть выше. Вот так вот. У нас образовалась такая кисточка. Вот это и есть наш хвостик. Вот так. Можно еще даже немножечко выше его подрезать, то есть чтобы он был более тоньше. Вот это уже как бы вы смотрите на свое усмотрение. Распушивать его не нужно, рассоединять ниточку. Он не должен быть пушистым, он должен быть такой вот не слишком пышный. Вот. То есть если он у вас немножечко так вот неровно получается, можете вытащить еще в серединку нашу вот эту вот полосочку из воздушных петелек. более посерединке сделает. То есть опять же, здесь все подскажет вам ваша фантазия. Можете прираспустить вашу, скажем так, цепочку из воздушных петелек и заново более посерединке найти. Все зависит от того, насколько вы ровно найдете серединку вот здесь вот делая воздушные петельки. В принципе у меня достаточно ровно получилось, поэтому я перевытаскивать нигде не буду. Если у вас здесь немножечко вот здесь сверху топырщится, то потяните за короткие отрезанные краешки ниточки. Можете даже за каждую потянуть, то есть подтянуть ваш хвостик. Он никуда не должен у вас еться, никакие ниточки у вас не должны вытаскиваться, обратите внимание. Просто слегка немножечко подтяните их, чтобы не сильно топорщилась ваша верхняя часть хвостика от вот здесь вот от воздушной цепочки до распушенной части. Мы к сборочке готовы. Перед тем, как собирать, у вас пересчитайте, должны быть вот такие детальки. Голова, два ушка, два рожка, туловище, две верхние лапки передние и две нижние лапки задние. То есть в принципе все детальки готовы, нам осталось лишь только собрать. Для сборочки мы сейчас возьмем наши булавочки или иголочки булавочки, то есть швейные булавки и будем перед тем, как сшивать, закрепим, где у нас должны располагаться ушки, рожки, чтобы было затем удобно и правильно, не криво пришить наши детальки. Все детали я закрепила. Приблизительно на вот таком расстоянии у меня будут располагаться рожки, ушки. Я уже приготовила, отметила иголочками те места, куда буду пришивать глазки, мне так уже будет удобно. Я обычно их пришиваю на уровне рожек. Ушки точно так же все закрепила, ножки, ручки и желательно обратите внимание на то, где вы закрепляете голову. Смотрите, к шее я закрепляю голову той стороной, где была смена нити. Она четко видна по контуру. Здесь у меня смотрите, все получается ровненько и вот этот изъян смены нити я прячу в шею. Теперь же у нас здесь еще была смена вот здесь вот ряда, там, где мы вязали за задние стеночки, то есть вот они передние стеночки у нас остались. Я вам рекомендую либо это будет пусть сзади стык этот будет рядов, либо где-то приближенная к бочку, то есть когда мы будем вязать юбочку, этот переход будет в принципе не виден. Если же вы сделаете его где-то с передней стороны, то будет это более заметно. Поэтому обратите на вот такие мелочи внимание и желательно закрепляйте детали так, чтобы у вас окончание соединительные столбики вот эти были тоже с задней стороны, то есть спереди у вас все должно быть максимально ровно и гладко красиво. вот поэтому мы будем сейчас вдевать иголочку в краешки ниточек, которые мы оставляли для пришивания на ручках, ножках, голове, рожках, в общем в принципе везде, где нужно будет пришивать, не на голове, а на шее. Я оставляла ниточку и будем пришивать обычными наметочными швами, то есть вот у вас сейчас закреплены, вы вдеваете ниточку в иголочку и такими наметочными стежками против часовой стрелочки будете наметывать по всей окружности деталей. Вот и затем мы уже будем пришивать глазки, смотреть как нам можно нарядить нашу жирафу, то есть у нас это будет у меня обязательно юбочка, а там мы уже придумаем по ходу вязания как можно красивенько ее украсить. Моя жирафка шита и я уже пришила глазки, вышила вот здесь вот подобие носика или в общем на мордочке вышила два таких стежка, в виде не знаю даже ноздрей наверное или что-то такое вот я на картинке видела, мне очень понравилось вот и теперь приступаю к вязанию юпочки, то есть вот она наша полосочка четко видна передней стеночки и мы вот за передней стеночки вот этого ряда будем вязать присоединять юпочку, юпочку мы будем присоединять уже третьего цвета у меня это коралловый у вас это может быть любой другой и находим вот стык первую петельку рядом теперь берем крючок и начинаем вязать за вот эти вот петельки вводим крючок сверху вниз вот и присоединяем ниточку третьего цвета можете в принципе вязать двумя цветами то есть вот такого цвета который у вас был светлее вязать в общем в принципе как вам удобно теперь берем находим длинный край ниточки хотите можете подтянуть вот этот хвостик хотите в принципе можете его будет потом удобно заправить вот я заправлять сразу не буду так как мне не очень удобно смотрите мы вывели петельку и теперь еще раз как бы закрепляем ее мы закрепили петельку а теперь делаем одну воздушную петлю и в следующую вот здесь вот следующую петельку вяжем столбик без накида то есть фактически мы связали как бы в первую петельку столбик без накида благодаря воздушной петле и теперь начинаем обвязывать по кругу вводя крючок в каждую петельку и вяжем в каждую петельку столбик без накида то есть я думаю что здесь все понятно просто вот так вот будем обвязывать по всему периметру тела каждую петельку по столбику без накида обвязали столбиками без накида до самой последней петельки и теперь находим петлю подъема воздушную которая нам заменила первый столбик делаем нее соединительный столбик теперь для ровности и гладкости перехода ряда я вам предлагаю сделать еще один соединительный столбик в следующий столбик без накида вот так вот то есть сделали переход подтянули вот эту нижнюю ниточку краешек и вот у нас получился красивый переход рядом теперь делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 и в следующую петельку вот она у следующая то есть не в эту петельку где у нас петля основания воздушной цепочки а в следующую вяжем столбик с одним накидом вот так захватываем накид и провязываем столбик с одним накидом то есть фактически 3 воздушные петли подъема нам заменили первый столбик первую петлю теперь во вторую мы связали столбик с 1 накидом и в каждую из столбиков без накида предыдущего ряда петельку мы провязываем По столбику с одним накидом То есть полностью ряд нам нужно провязать Просто, как мы вязали Столбики без накида Так в этом ряду, во втором юпочке Будем вязать столбики с одним накидом Вот так вот По всем петелькам Пройдемся по всему кругу Обвязываем столбиками С одним накидом Довязали последний столбик с накидом В ряду и теперь в третью Воздушную петлю подъема Снизу отчитываем первая, вторая, третья петелечка. В нее делаем соединительный столбик или соединительную петельку вяжем. Теперь для удобства вязания третьего ряда я перейду соединительным столбиком в следующую петельку, то есть над столбиком в следующем петельку. Вот так вот. И таким образом я как бы выравниваю ряд второй и мне будет удобно вязать. Мы получается связали с вами два начальных ряда столбиками без накида, затем столбиками с накидом. И теперь можно вязать в принципе любым узором, который считаете нужным, который вам нравится. Я выбрала самый такой очень-очень простой узорчик. Это такие вот веерочки. Делаем, чередуем ряды арочки-веерочки. Поэтому я начинаю с арочек. Арочку я буду вязать через петелечку, то есть вот первая, третья, пятая и так далее. Через петелечку буду вязать столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Итак, делаем три воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Они нам замещают первый столбик, затем делаю одну воздушную петлю, накид и в эту же петлю основания воздушной цепочки вяжу столбик с одним накидом. Теперь без каких-либо переходов я пропускаю снизу одну петельку и нахожу третью петельку от начала, в нее вяжу столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом сюда же. Снова нахожу следующую петельку от арочки, вот она у меня. Я вяжу в нее столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. То есть получается я чередую воздушная петля снизу, вот она у меня от столбика в предыдущем ряду, затем идет арочка, снова пропускаю арочка, пропускаю арочка, а в арочку я вяжу столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Вот так. Буду чередовать, просто переходя, никаких не буду делать воздушных петелек и так далее, просто вяжу столбик с накидом, воздушная петля, сюда же второй столбик с одним накидом в одну петлю, затем пропускаю одну петлю снизу и в следующую вяжу столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот таких арочек, вот они для следующего ряда, у нас должно быть четное количество. То есть, чтобы чередовалось хорошо веерочек, соединение, веерочек, соединение в следующем ряду. Поэтому обратите внимание, чтобы вот таких вот арочек было четное количество. Вот один, воздушная петля пропустили, один, воздушная петля пропустили. То есть, смотрите, вот таких вот будем считать галочек или арочек, у нас должно быть четное количество. Я буду чередовать так до конца ряда. Столбик с накидом воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. Затем пропускаю петлю и повторяю точно так же. Я связала 18 по кругу арочек или галочек. И так как я по расстоянию понимаю, что у меня здесь нужно вместить всего 2 арочки, так как следующая цифра кратная будет 22, поэтому я немножечко здесь схитрю. Смотрите, я на расстоянии 3 арочек должна вместить 2, то есть как бы должна сократить где-то 1 арочку. То есть всего, если до конца я довяжу, у меня получается 21, нужно 20. Что я делаю? Смотрите, довязав 18, я беру через петельку, вяжу столбик с накидом, воздушная петля, по идее я должна буду в столбик 1 с накидом основания связать второй столбик. Но я беру, пропускаю, получается, эту петлю основания, а в следующую вяжу столбик с одним накидом. И так я сокращу одну петельку. Теперь делаю накид и пропуская одну петлю в следующую, вяжу столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. Теперь делаю в третью воздушную петлю подъема соединительный столбик. И таким образом я как бы сократила 1 арочку в ряду. У меня, по идее, вмещалось 21, но мне нужно кратное число, поэтому я вот таким вот образом, связав разные петельки, столбики, сократила эту самую лишнюю петлю. Вот. Теперь получается у нас четное количество. И для удобства я перейду соединительным столбиком в первую арочку. То есть вот она у нас воздушная петля предыдущего ряда, я сюда сделаю переход соединительным столбиком. Теперь делаю 3 воздушные петли подъема 1, 2, 3, накид и сюда же довяжу 4 столбика с одним накидом, прям под эту петельку. То есть вот она арочка, прям под нее я свяжу 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Вместе с тремя воздушными петлями подъема у нас получилось в арочку 5 столбиков с одним накидом. Теперь нахожу следующую арочку, то есть воздушную петлю предыдущего ряда между столбиками и делаю столбик без накида прям под нее. Теперь накид и нахожу следующую арочку, в нее вяжу прям под петельку, вяжу 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий столбик, сюда же четвертый столбик и сюда же пятый столбик. Теперь нахожу следующую арочку, вот она воздушная петля, вяжу в нее столбик без накида. То есть почему я вам говорила четное количество вот этих арочек или галочек, для того, чтобы вязать в одну веерочек во второй столбик без накида. Снова в другую веерочек из 5 столбиков с накидом, потом столбик без накида в следующую арочку. И так я буду до конца ряда чередовать в одну арочку 5 столбиков с одним накидом, а во вторую столбик без накида. Снова 5 столбиков, столбик без накида, 5 столбиков с накидом, столбик без накида. Вот так вот чередуем до самого конца ряда. Не просчитывайтесь со столбиками, чтобы у вас были одинаковые веерочки красивые. И в то же время не забывайте как бы завершать веерочек столбиком без накида. Получаются вот такие вот дужки или веерочки. И вот такими веерочками нам нужно провязать весь этот ряд. Он по счету у нас четвертой юбочки. Вот вяжем веерочки. Заканчиваем четвертый ряд веерочком. И у нас осталась одна арочка. В нее делаем столбик без накида. И теперь нам нужно сделать окончание ряда соединительным столбиком. Но я сделаю не в третью воздушную петлю подъема, а над вторым столбиком с накидом. То есть получается 3 воздушные петли. И вот она петелечка, следующая, четвертая, идет над первым столбиком провязанным, либо над вторым столбиком веерочком. Вот сюда я сделаю соединительный столбик. Тем самым я закончила четвертый ряд. Так, теперь делаем одну воздушную петлю подъема. Она нам замещает столбик без накида. И еще две воздушные петли подъема. Находим следующую петельку и вяжем в нее столбик без накида. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И находим второй столбик с накидом следующего веерочка. Вот она, вторая петелька. В нее вяжем столбик без накида. Затем две воздушные петли. 1, 2. И в следующую петельку вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим вторую петельку над вторым столбиком следующего веерочка. И вяжем в нее столбик без накида. Теперь делаем две воздушные петли. 1, 2. И в следующую петельку вяжем столбик без накида. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем арочки для веерочков следующего ряда. Там, где у нас был переход на следующий веерочек, столбик без накида, над ним мы вяжем 3 воздушные петли. А над веерочком в прошлом ряду, вот он наш веерочек, мы вяжем арочку из 2 воздушных петелек и по краям от 2 воздушных петелек 2 столбика без накида. То есть столбик, 2 воздушные петли, столбик. 3 воздушные петли, столбик, 2 воздушные петли, столбик. То есть вот он наш раппорт. 3 воздушные петли, затем идет столбик без накида. А над вторым столбиком веерочки предыдущего ряда 2 воздушные петли. В следующую петлю вяжем столбик без накида. То есть маленькие арочки у нас будут служить для соединения перехода с веерочка на веерочек. То есть для столбика без накида. А большая арочка будет служить для веерочка в следующем ряду. Итак, продолжаем чередовать. Большой веерочек это 3 воздушные петли. Теперь над вторым столбиком веерочка предыдущего ряда вяжем столбик без накида. 2 воздушные петли. В следующую петлю вяжем столбик без накида. Связан маленький веерочек. Продолжаем вязать большой веерочек из 3 воздушных петелек. Затем мы делаем столбик без накида над веерком прошлого ряда. Затем 2 воздушные петли. И снова завершаем маленькую арочку столбиком без накида в следующую петлю. Так чередуем над веерочками маленькие арочки. Между ними большие арочки из 3 воздушных петелек. До конца этого ряда. Завершаем ряд, связав над веерочком прошлого ряда предыдущего маленькую арочку из 2 воздушных петелек. Теперь вяжем 3 воздушные петли 1, 2, 3. И в первую воздушную петлю вот здесь подъема мы делаем соединительный столбик. То есть как бы мы соединяем маленькую арочку следующего ряда. И как бы начало и конец ряда соединяем, чередуя маленькая-большая арочка. То есть вот так вот сделали соединительный столбик. И теперь нам нужно вот в эту маленькую арочку связать столбик без накида. Мы можем сразу сделать воздушную петлю и связать столбик без накида. Но для удобства и не нарушения рисунка я перейду в арочку и сделаю соединительный вот так вот столбик. Как бы сделаю такой вот незаметный переход. Теперь делаю воздушную петлю и в эту же арочку под нее вяжу столбик без накида. То есть таким образом у нас не нарушается узорчик. Если мы сделаем сразу столбик без накида, это будет более заметно. Теперь делаем накид и под 3 воздушные петли, под вот эту арочку, вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1 столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий, четвертый и пятый. Теперь под арочку из 2 воздушных петелек делаем столбик без накида. То есть фактически мы сейчас повторяем вот этот четвертый ряд. Вяжем в большие арочки 5 столбиков с одним накидом, а в маленькие арочки вяжем столбик без накида. Снова связав столбик без накида, переходим под арочку. Вот здесь вот вяжем веерочек из 5 столбиков с одним накидом. 4 и 5. А под маленькую арочку из 2 воздушных петелек вяжем под нее прям столбик без накида. И вот таким вот образом мы будем продолжать вязать веерочки. Переход между веерочками у нас делает вот это соединение столбика без накида. Тем самым получается плавный такой закругленный переходик удобный. И продолжаем вязать под большую арочку под 3 воздушные петли 5 столбиков с одним накидом. А переход на следующую большую арочку у нас будет столбиком без накида под 2 воздушные петли. И так тоже чередуем до конца ряда столбик без накида, а затем 5 столбиков с одним накидом веерочек. Веерочек соединения. Переход на следующий столбиком без накида. Связали последний веерочек в большую арочку. И теперь находим вот здесь вот столбик без накида наш первый и делаем сюда соединительный столбик. Теперь нам нужно перейти в следующую петельку. Тоже делаем соединительный столбик, а затем 2 воздушные петли. Следующую петельку нам нужно связать в соединительный столбик. Снова 2 воздушные петли, следующую петельку в соединительный столбик. Две воздушные петли в следующую петлю в соединительный столбик. Две воздушные петли в следующую петлю в соединительный столбик. А теперь нам нужно пропустить в столбик без накида вот эту петельку, а в следующую тоже сделать соединительный столбик. Как бы нам нужен переход из веерочка в веерочек. Делаем две воздушные петли в следующую петельку в соединительный столбик. 2 воздушные петли в соединительный столбик. То есть мы все время делаем 2 воздушные петли в соединительный столбик. А когда время приходит к столбику без накида в предыдущем ряду, мы его пропуская делаем следующую петельку над первым столбиком с накидом веерочком. Делаем сюда еще один соединительный столбик. Таким образом мы делаем переход из веерочка в веерочек. Получаются вот такие зубчики-рубчики. И есть вот такая перепонка между веерками. То есть вместо столбика без накида, как мы делали в предыдущие разы, мы будем делать переход соединительным столбиком с одного края веерочка на второй. То есть на второй веерочек с первого. Итак, продолжаем делать 4 рубчика у нас получается из 5 столбиков с накидом веерочка. И между ними у нас соединительные столбики. 2 воздушные петли, в следующую петлю соединительный столбик. 2 воздушные петли, в соединительный столбик. 2 воздушные петли, в соединительный столбик. 2 воздушные петли, в последний соединительный столбик. следующая у нас идет петелечка столбик без накида, мы ее пропускаем, а над столбиком следующего веерка вяжем соединительный столбик снова 2 воздушные петли, соединительный столбик в следующую петлю 2 воздушные петли, соединительный столбик в следующую петлю 2 воздушные петли, соединительный столбик в следующую и последний раз 2 воздушные петли, соединительный столбик петлю столбика без накида пропускаем а в следующую вяжем еще один соединительный столбик как бы переход вот такие получаются замечательные рубчики таким образом я буду обвязывать юбочку до конца ряда и будет она вот такая коротенькая для тех кто хочет сделать юбочку еще на один ряд веерочков по длине то вы повторяете вот эти два последних ряда делайте чередование над веерками маленького маленькой арочки из 2 воздушных петелек столбики без накида по краям а для веерочка вяжите 3 воздушные петли между арочками между веерочками предыдущего ряда то есть вот здесь у вас будет по 3 воздушные петли а над веерочками по 2 воздушные петли снова 3 воздушные петли 2 воздушные петли но это для тех кто хочет по длине я считаю что здесь длине в принципе юбочка не нужно так как это у нас такая вот жирафка модница для тех кто хочет связать юбочку другую пожалуйста пишите в комментариях конечно же можно рассмотреть и более такие вот фасончики по пышнее но я выбрала самый самый легкий скажем способ который будет понятный даже я думаю начинающим вот продолжаем обвязывать двумя воздушными петельками и соединительными столбиками не забывайте делать переход от веерочка веерочку следующими соединительными столбиками так будет более аккуратно и красиво вот я думаю что здесь все понятно поэтому продолжаем вот я как раз дошла до перехода следующему веерочку поэтому делаем соединительный столбик в конце следующая петелька у нас столбика без накида поэтому мы ее пропускаем в первую петельку вяжем столбик соединительный продолжаем обвязывать до конца этого ряда связали последний раз 2 воздушные петли и соединительный столбик на веерочке и теперь находим вот здесь вот первый соединительный столбик и в него вяжем сюда второй соединительный столбик таким образом мы соединили ряд посмотрите его принципе не видно и точно так же как и переход с юбочки на тело виден только совсем маленький совсем переходе поэтому я вам и говорила при сборке что у вас либо переход должен быть задней части либо ближе к боковой чтобы его менее видно было то есть вот посмотрите совсем совсем очень слабый виден переход то есть его практически незаметно здесь я юбочку уже закончила я сейчас отрезаю вот этот краешек деваю ниточку в иголочку и прячу с изнаночной стороны вот здесь где у меня самые плотные места точно так же как и вдеваю вот эту ниточку начальную в иголочку и точно так же с внутренней стороны прячу хотите можете в тело так как у меня юбочка не съемная то в принципе мы можно и в тело для тех кто хочет связать юбочку отдельно можно ее и отдельно сделать тем самым связав изначально просто резиночку по обхвату талии и одевать ее то есть в принципе если вы хотите связать совсем другую юбочку пожалуйста можете проявлять свою фантазию и вязать юбочку совсем другую можно точно так же по длине и покороче попышнее так как у меня ниточка довольно таки грубоватая как для рюш что можно в принципе связать вот такой самый простой вариант если вы возьмете ниточку потоньше точно так же как и мерсеризированную если хлопок какой-то то это получится более рюш не более красивее вот но я выбрала именно вот такую ниточку мне в принципе более достаточно вот такую юбочку можно сделать в принципе и такого же цвета бантик прицепить его к примеру на голову если это у вас девочка вот пришить где-то здесь бантик так как эта игрушка для маленькой девочки то я сюда ничего лишнего не буду цеплять никаких пуговичек бусинок и так далее в принципе каждая деталь может служить как стимулятором для развития мелкой моторики вот поэтому в принципе я сюда ничего не хочу лишнего добавлять можно украсить такую жирафу и ленточкой и бантиками и различными какими-то бусинками пуговичками точно даже здесь можно придумать и какой-то поясок босоножки в общем принципе проявляем свою фантазию ровно повернув сзади посерединке приподнимаем нашу юбочку и вставляем вот этот краешек хвостика ниточки в иголочку будем под юбочкой крепить наш хвостик как я вам уже говорила он должен быть где-то чуть ниже чем половина ножки поэтому мы где-то вот здесь под юбочкой ровно посерединке должны закрепить наш хвостик закрепляем его хорошо потому что детки любят очень часто за хвостики тягать поэтому закрепляем его где-то вот здесь ровно под юбочкой и вот такими стежками мы его как бы присоединяем буду я присоединять протыкая полностью насквозь туловище чтобы максимально крепко закрепить хвостик я надеюсь что пришивать каждый умеет коль вы справились со сборкой жирафки поэтому хвостик я думаю особого труда вам пришить не составит пришиваем мы сквозь цепочку из воздушных петелек я думаю что здесь все закрепиться хорошо плотненько и затем когда мы пришьем хвостик сейчас я вам покажу я сейчас вытащу иголочку чтобы она нам не мешала обзор смотреть опускаем нашу юбочку и получается вот такой вот хвостик торчащий из под юбочки я думаю что хвостик сверху юбочки не нужно так как хвостик расположен принципе чуть выше чем попа поэтому я думаю что выше его точно цеплять не нужно вот а именно под юбочкой он довольно таки хорошо смотрится принципе я считаю что можно и не под юбочкой точнее как можно в принципе его совсем не закреплять то есть можно сделать без хвостика жирафка и так имеет хороший вид без хвостиком вот поэтому здесь уже на ваше усмотрение хотите делаете хвостик хотите нет принципе здесь уже как подсказывает вам ваша фантазия я надеюсь что вам осталось все понятно не забудьте спрятать кончики отрезать вот поэтому кому понравилось конечно же комментируйте не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал всем хорошего настроения пока пока